Премьера в любом театре – это всегда долгожданное событие, а в Театре кукол – это по-настоящему большой праздник. Артисты подготовили спектакль «Азбука вежливости» по произведению Людмилы Васильевой Гангус. Еще до начала спектакля в фойе театра актеры провели праздничную программу. В игровой форме маленьким зрителям напомнили волшебные слова. «Азбука вежливости» – это сказка для детей от 4 лет, которые хотят быть воспитанными и вежливыми. Режиссер и автор инсценировки – заслуженная артистка России Елена Иванова. Считается, что театр не должен воспитывать. Однако, если дело касается детей, то артисты вправе подсказать маленьким зрителям, как стоит себя вести, а как нет. Запомните, самая волшебная наука на свете – вежливость. Приглашаю всех в школу вежливых наук. Фея «Здрасте» и ее ученики отправились в волшебную страну, где жили лишь вежливые люди, за одним исключением. Мальчик Алеша Иванов пожелал быть самым злым и невоспитанным ребенком на всем белом свете. Меня так и зовут. Фея «Здрасте». Здрасте! Наши меня есть. Здравствуй, Алеша. Хе! Я очень-очень-очень рада видеть тебя. А, все-таки, все-таки. Алеша, поздоровайся с Феей. Вот еще! Хе-хе-хе! Если ты и дальше будешь таким невежливым, то однажды превратишься в дракона. Так и случилось. Невежливый мальчик превратился в злого дракона. А стать новым ребенком ему помогли добрые дела. Я думаю, что очень хорошо. Если все люди будут вежливыми, и тем более, приходя в театр, будут знать, как себя вести, как общаться дома с мамой, с папой, с бабушкой. Потому что не зря же мы эту семью Ивановых показываем, какой был мальчик, а какой стал. В каждом спектакле Ивановского театра кукол обычно бывает задействовано сразу несколько систем кукол. Так, в азбуке вежливости куклы в основном планшетные, но есть небольшой фрагмент теневого театра. Так обыграно превращение мальчиков в дракона. В спектакле заняты молодые артисты, которые работают в театре около трех лет. Одну из главных ролей исполняет Анжелика Анеил. Залог успешного спектакля – сложная работа всего коллектива. Мы должны как бы слушать друг друга, слышать, помогать друг другу. Поэтому, если у кого-то что-то не получалось, мы, естественно, все это терпеливо выносили. Но на самом деле, как сказать, весь процесс постановки спектакля – это тяжелая работа. Если сплоченный коллектив, то это гораздо легче проходит. Я думаю, что у нас в порядке все с коллективом. Режиссер постарался сделать так, чтобы этот спектакль не был чересчурно-зедательным, а был достаточно веселым, интересным для маленьких зрителей. Все-таки сказка должна оставаться сказкой.